Добро пожаловать на ознакомительный полет по применению системы предупреждения об облучении самолета Су-27. Самолет Су-27 оборудован системой предупреждения об радиолокационном облучении СПУ-15ЛМ «Береза». Система СПУ-15ЛМ включает в себя информационную панель в кабине летчика и четыре приемных антенны на диземляже самолета. Рассмотрим подробнее индикацию на информационной панели СПУ-15ЛМ при облучении различными источниками радиолокационного излучения. На панели имеются три круговых ряда световых сигнализаторов. Ряд из крупных ламп желтого цвета, показывающий направление на источник облучения, приняты автоматикой СПУ-15ЛМ как наиболее опасной. Если горят одновременно две лампы, то направление на источник находится между ними. Ряд из малых прямоугольных ламп желтого цвета, показывающих силу облучения. Она пропорциональна дальности до источника излучения и его мощности. Таким образом, зная тип источника облучения, поэтому индикатору всегда можно оценить расстояние до наиболее опасного источника облучения. Две полукруглых лампы желтого цвета в центре панели показывают полусферу относительно вашего самолета, в которой находится наиболее опасный источник излучения. Верхнюю и нижнюю соответственно, если горят одновременно две лампы, это означает, что источник находится вблизи относительного горизонта. Ряд из малых ламп зеленого цвета, показывающих направление на источник излучения. Буквенные индексы на нижней панели отображаются зеленым цветом, означают следующие. Индекс С отображается при облучении воздушной радиолокационной станции дальнего обнаружения Дерлова, а также импульсных РФС других самолетов в режиме обзора. Индекс Ф отображается при облучении наземной РЛС ТРО, а также другими РЛС Орудийная наводка. Частоту повторения импульсов более 8 ГГц. Если имеется обнаруженный источник облучения, но световое табло в центре панели не горит и слышит низкий прерывистый звуковой сигнал, то это означает, что нас облучает только РЛС в режиме обзора, а захват от РЛС на везде не обнаружено. Клавишами правый альт запятая, правый альт точка, можно уменьшить или увеличить громкость звуковых сигналов СПО-15ЛМ. Индекс Н при облучении РЛС зенитно-ракетного комплекса ЗРК или зенитной самоходной установки малой дальности в режиме работы РЛС слежения за целью или РЛС слежения за ракетой. Постоянно горящие красное световое табло в центре панели и непрерывный звуковой сигнал означает, что наш самолет захвачен РЛС наведения. Эта ситуация чаще всего предшествует пуску ракеты по нашему самолету. Сейчас мы прошли назначительным безопасным бокалом удаления ПЦ-ФК. Индекс Х отображается при облучении РЛС зенитно-ракетного комплекса средней дальности при работе РЛС с целью указания малых высот или РЛС подсвета цели. Ракета слева ниже. Ракета слева ниже. Ракета слева ниже. То есть по нам пустили ракету. Срочно вытянем маневр украдения. Индекс З отображается при облучении РЛС зенитно-ракетного комплекса большой давности. Мы имеем возможность отфильтровать источники оплачения, работающие в режиме обзора. При этом на панели будут отображаться только источники, работающие в режиме захвата и наведения ракет. Для включения и выключения этого фильтра необходимо нажать клавиши правый SHIFT R. Индекс П отображается при облучении РЛС-истребителя или активной реакционной коровки самонаведения ракеты. И при работе, работающие в режиме движения ракеты, одновременное импульсное и непрерывное излучение. Продолжение следует... Воспомнил и СПО не имеют возможности различать исключения оттружественных евражеских источников. Продолжение следует... Продолжение следует...